Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 12 октября. Я продолжаю рассказывать вам о тех сортах, которые по своей форме и по своему длительному плодоношению идеально подходят для цельноплодного консервирования. Вчера рассказала про медовую каплю, про оранжевые сливки, про ляну. Все они идеально подходят для баночек. Сегодня вот уже рассказала про томат черный мавр. Сейчас буду рассказывать про томат сахарные пальчики. Когда я рассказывала вчера про дамские пальчики, я вам показывала форму дамского пальчика. И вот сегодня хочу сказать, что пальчики бывают разные. Если у нас дамский пальчик вот такой изысканной формы, он действительно такой пальчиковый, вытянутый, вот пальчик, но его видно, что он действительно вот такой пальчиковый, то есть пальчики, которые просто сливовидные, вот именно сахарные пальчики, ну как, так же, как и у людей, есть тонкие музыкальные пальцы, а есть вот пальчики, как сардельки. Вот это вот пальчики, как сардельки, они сливовидные, овальной формы, и они могут быть даже вот такой, это вот на одном кустике, смотрите, может вырасти пальчик вот такой аккуратненький, а может вырасти вот такой. Это я вот собирала всё с одного куста, очень много плодов в сахарных пальчиках, гранёных, вот видите, как бы он, как бы вам объяснить, он как будто бы не круглый цилиндр, а четырёхграмный, видите, прям как прессованные. Такие тоже бывают пальчики, вы не удивляйтесь, если у вас могут вырасти пальчики всякие разные. Ну про дамский пальчик, ой, про сахарный пальчик тут сказать нечего сильно, он ранний, его можно выращивать и без подвязки, и без посынкования, но я вот подвязывала их, потому что там они посадила густо, и если бы они были без подвязки, они бы по земле вот так расползлись, и там невозможно было бы пройти. Но можно их вот как дамские пальчики также оставлять на земле, они как монгольский карлик, вот так расползаются. Ну и что сказать, вес небольшой, 70-100 грамм, этот вес позволяет использовать эти томаты для цельноплодного консервирования. Они не растрескиваются, они сладкие, то есть так же, как чёрный мавр, вот эти вот сахарные пальчики, у них универсальное использование, то есть их можно кушать летом, вот осенью осталось много, если ещё плодоносят, у нас видите, нынче из-за затянувшейся такой тёплой осени, очень много образовалось новых плодов, ну короче, те, которые мы обычно не успеваем дожидаться, у нас приходит холода, нынче они все дали урожай как бы дополнительный нам, потому что они завязываются, завязываются и завязываются, и вот этот самый поздний урожай, как раз я сейчас буду солить, и вот сахарные пальчики для консервирования, для консервирования они идеальны. Не трескаются, плотная кожица, летом можно кушать, ранний, можно получить ранний урожай, можно получить, если в обычные сроки высадите, например, можно получить растянутое плодоношение до поздней осени, такой простой, неприхотливый сахарный пальчик, который форма не очень пальчиковая, написано просто овальная форма, он и не сливовидный, и не грушевидный, непонятно какой формы, я даже не могу его назвать, вот такая форма у сахарного пальчика. Конечно, дамский пальчик, он более такой красивая форма, но солить, консервировать, вот эти томаты подходят идеально. Всё, до свидания, вот это был самый коротенький такой обзор, сахарные пальчики, обычный, низкорослый, детерминантный сорт, который подходит и для еды, и для консервирования.